В Саратове ввели масочный режим. Граждан обязали носить средства защиты в общественных местах, в их числе транспорт, магазины, различные учреждения. Постановление правительства подписано вечером, 29 апреля, полдень 30-го. Индекс самоизоляции по Яндексу упал до двойки. Народ гуляет и радуется весенней погоде. Третья дачная – крупный транспортный узел. Сюда съезжаются десятки маршрутов. Водители поголовно, без масок, завидев камеру, уезжают с остановки. У меня маски есть. У меня две маски. Одна там вон висит, чистая. И туда и сутки. Но я не знал. Народ в транспорте о нововведении тоже не слышал. Маршрутки забиты, люди сидят без масок, социальная дистанция в полтора метра. Забудьте. А вы слышали, что с сегодняшнего дня у нас масочный режим? Нет. А так маски носите обычно? Да, носим с собой. Заходим, масочки есть. Вы слышали, что с сегодняшнего дня масочный режим берет? Да, слышала. Ну, я вышла с автобуса и сняла. А вы верите в маску? Ну, это уже другой вопрос. Ну, нет, это как раз тот самый вопрос. Ну, так вообще носите или вот? Ну, нет, конечно, смысл какой. Ну, это, как сказать, суеверие, я считаю. Слизистые глаза, открытые участки кожи. ОЗК. И жена там дома, да, помыла все, едит родной. Про масочный режим обязательно слышали с сегодняшнего дня? Да. А почему без маски? Вы что, по телевидению будете показывать? Не надо. Не надо. Ну, у меня нет собой. А почему не носите? Ну, закончилась маска. Вы слышали про обязательно масочный режим сегодняшний день? С сегодняшнего дня. Не носите? А это уже Синой. Картинка все та же. Безмасочные водители, пассажиры и непонятно, куда идущие люди. В местах скопления людей на тех же рынках тоже далеко не все носят маски. Многолюдно и на проспекте. Неужели все с пропусками и спешат куда-то по работе? Люди отдыхают на лавочках. Вот, к примеру, минутка отдыха у разносчиков еды. Похоже, что Яндекс не врет. Саратовцы наплевали на самоизоляцию и массово вышли дышать свежим воздухом. На этом фоне удивляет отсутствие на улицах полиции. Пост с проверяющими пропуска за все время съемок был замечен лишь однажды у администрации Ленинского района. Получается, что с одной стороны для нас вводят новые ограничительные меры, с другой весьма либерально смотрят на неисполнение всех предыдущих. И можно ли с таким подходом победить коронавирус?